Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Римас. Ну что ж, давайте продолжим с вами игру под названием Universe Sunbox, вторая часть. Ну, можно сказать, даже это не игра, это просто симуляция космических тел. Это наша Солнечная система, как вы могли догадаться. Это Марс, здесь у нас наша планета, третья планета по счету. Земля называется. Земля. Она крутится, вертится, и все прекрасно. Народ радуется жизнью, но этот народ не знает, что этот шарик в моих руках. И в любой момент я смогу его уничтожить, либо усовершенствовать. Так, ладненько. В прошлой серии, это было давно, правда, и неправда, я вам обещал кое-что показать, как вообще галактики сталкиваются между собой. Это довольно знатное сравнение разных планет. Например, смотрите, самая большая, это, конечно же, наша звезда. Солнце, потом идет Юпитер. Стоп, не Юпитер, да, Юпитер идет. Потом идет Сатурн. Следующий идет Нептун. Уран. Ну и прочие планеты. Так, ладно, давайте, ребята, с вами смодулируем кое-что. Открываем. Я вам покажу, как две галактики сталкиваются между собой. Супернова и галактика. Подождите, где-то... Может быть, она та самая, я уже забыл сейчас, как она выглядит. Да, скорее всего, это она. А, это новый, это взрыв звезды, получается. А если мы увеличим скорость на максимум... Ух ты! И она улетела. Так, понятно. Тогда еще делаем. Кстати, этот симулятор, можно сказать, да, он находится в стиме, ребята. Доступен для скачивания. А вот и, кстати, столкновение двух огромных галактик. Вы, наверное, подумаете, сейчас будет огромный взрыв, еще что-то. Нет, ребята. Сейчас я вам покажу, что произойдет. Я, конечно же, постараюсь слишком быстро. Вот, 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 пошла потихонечку. Красавица пошла. Одна галактика втягивает в себя другую галактику. Словно, они только что женились, ребята, и у них первая брачная ночь. И, конечно же, после всех этих событий... Произойдет следующее. Сейчас вы увидите. Очень плавненько, красивенько все это дело происходит. Конечно же, проходят миллионы, миллионы лет, господа. Можно сказать, 514 тысяч лет в секунду. Если я правильно... Да, 514-510 тысяч лет в секунду. То есть пол... Ай, обалдеть. Это просто... У меня не складывается ничего. Да я даже не понимаю, сколько... Это просто огромное количество времени требуется для того, чтобы эти красавицы смешались. И, конечно же, они будут продолжать вокруг себя вращаться. И... Судя по тому, что я учил в свое время астрономию... Правда, к сожалению, в наше время астрономию... Астрономию отменили. В России вроде бы тоже, да? Или нет? Или если оставили, то респект вам, ребята. Если отменили, то... Это беда. Это большая беда. Так вот. Наш учитель говорил нам... Это я когда в Сирии учился, у нас была астрономия. В пятом классе. Отмечу. В пятом классе. Карл. И... Судя по тому, что ученые открытие сделали, что галактика потихонечку... Она не скапливается, она, наоборот, расширяется. То есть, и весь космос, вся Вселенная, все эти галактики... Они отдаляются друг от друга. Со временем. Но, конечно, время потребуется очень долгое. Много времени потребуется, чтобы... Не знаю, чтобы они все как-то отдалились друг от друга. Даже Солнце и Земля тоже потихонечку. Земля отдаляется от Солнца. Хотя, некоторые говорят, наоборот, оно приближается. Я не знаю, правда. Это, возможно, не точно я сказал про Солнце и Солнечную систему. Но сама галактика расширяется. И вот это вот дело примерно вот так вот будет выглядеть. Давайте ускорим время. У нас идет сильная нагрузка на процессор. Если эта красненькая загорается, значит, процессор пытается обработать всю информацию в этом клиенте. Да, вот она, кстати, брачная нагрузка закончилась. И здесь какая-то туманная, смотрите, красная. И она движется. Честно говоря, ребята, если представить, вот просто, вот знаете, я даже мечтаю хотя бы во сне побывать. Просто вот так пролететь мимо вот этих вот всяких космических тел. Понаблюдать за этим делом. Ну да, по всей видимости, вот так вот оно будет крутиться до тех пор, пока у меня не сгорит процессор. Это так. Ладненько. Идемте дальше. Что у нас здесь есть? Еще какие сцены? Кстати, сцены я могу самому придумать. Ну давайте Супернову посмотрим в галактике. В нашей галактике, ребята. Произошел только что взрыв. На ваших глазах. И... И она куда-то улетела. Она летит, ребята. Я даже боюсь ускорять время. Ну-ка давайте увеличим камеру, посмотрим. Она просто всквозь этой галактики... О боже, какая она большая. И довольно красиво светится. Чуть-чуть увеличим. Еще может чуть-чуть. Вот так вот Супернова пролетит. Возле нашей Солнечной системы. Интересно, что с нами будет. Да, мы, ребята, в этой серии с вами будем разрушать всякие тела. Но в следующей серии, возможно, я даже покажу вам, как можно сделать из мертвой планеты живую планету. Это путем огромных усилий. Мы, может быть, даже сделаем так, чтобы эта планета находилась не слишком близко и не слишком далеко от нашей звезды, от Солнца. Как, например, находится наша планета Земля. И потребуется огромное количество времени, чтобы оно все это дело освоилось, чтобы появилась вода, кислород. Правда, не знаю, как это будет происходить. Возможно, нам придется покопаться в самой планете. Добавить кое-каких элементов. Саундтрек тут, конечно же, отменный. Мне кажется, эта звезда каким-то образом влияет на остальные звезды. И эти остальные звезды как-то меняют свои траектории, если это Супернова находится возле них, либо пролетает мимо них. Да, мы улетели. Все. Нас отпустили. Да, ребята, нас отпустили. Походу, эта галактика нас держала до тех пор, пока мы не вырвались из ее объятия. Просто красота. Так, ладненько, давайте еще посмотрим. Ой, какой сценарий. Можно, в принципе... Давайте просто нашу Солнечную систему откроем. Время сократим. Вот так вот. 5 лет в секунду, 6 лет в секунду получается. 4 года в секунду. Ну, примерно нормально. Выберем Меркурий. Меркурий мы можем передвинуть. Насколько я понял, да? Да, мы можем его передвинуть вот в эту сторону. Давайте его поближе к Солнцу. Траектория, надеюсь, не сломала здесь. Так, смотрим, что происходит с Меркурией. Он и так у нас поджаренный. Но сейчас, скорее всего, он... Полыхать будет вовсю. Слушайте, детализация просто на высоте. Я прям Elite Dangerous вспоминаю. Тоже безатмосферная планета. Горящая планета, ребята. Огромные кратеры. Просто красота. Ну, температура вроде бы ее поднимается, да? Надо стату ее посмотреть. Как-то вот статы у нас открывались. Вот они. Она здесь открывается. Да, температура... Подожди, километров. Это километраж. Вот она, температура здесь. Это ее статы. 240, 241. Градусов по Цельсию. А если мы... Эту чудесную планету еще ближе подвинем? Прямо-прямо к Солнцу, ребята. Еще ближе. Нам надо, чтобы Солнце ее не съело. Хотя, возможно, она же сейчас... Тихо-тихо-тихо. Она уже сгорела вовсю. Бедно, она и так уже вся поджарена. Но мы ее еще больше поджарили. Так, ладно. Еще один виток. И посмотрим. Что произойдет с ней. Я даже боюсь ускорять время. Ну, вы, наверное, сами знаете, что произойдет, если мы сюда землю воткнем свою. Во-первых, нас уже не станет с вами. Во-вторых, испарится вся вода. Все живое просто умрет. В-третьих, от земли ничего останется, кроме, конечно, вот куска такого никчемного сгорелого объекта космического. Так, мы вроде бы виток один сделали, но почему-то у нас такой яйцеобразный виток получается. Мы уже слишком близко к Солнцу. Я представляю, сколько здесь градусов. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько тут градусов, интересно. Сейчас. 476, 478, 480, ребята. И эта планета сейчас вот-вот. Такое шею, как будто она сейчас вот-вот прямо-прямо сейчас взорвется. Ну, благо, что вроде бы... Да-да, уже смотрите, как раскаляется. Обалдеть. Вот так вот охота прямо туда приземлиться, да, ребята, куда-то вот, знаете? Вот прямо туда приземлиться, как в Elite Dangerous, да, и посмотреть, что-то... Ну, там бы наш корабль уже, наверное, поджарился бы нормально. Бедный Меркурий. Сейчас он так на меня, походу, смотрит с космоса и думает, твою же налево. Кому меня доверили? Я и так, бедный, мучаюсь, а ты тут еще и ближе меня... Ладно, давайте его охладим. Давайте, ребята, его охладим. 900, сколько? 601 градус по Цельсию у Меркурия. Хорошо. Нажимаем золотую кнопочку и отдаляем его вот прям далеко, подальше, 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 подальше от всех... От всего этого... От солнца прям. Так, сейчас он вроде бы должен немного остыть. Надеюсь на это дело. Вот-вот-вот должен остыть уже, ребята. Можно даже пока что остановить. Так, господа. В общем, наш Меркурий уже далеко-далеко от солнца. Пожалуй, я, наверное, еще его отдалю. Подальше, подальше, подальше от этого всего. Сейчас посмотрим, что произойдет с этой планетой. Возможно, оно у нас станет леденем. Возможно и так. Не знаю. Посмотрим. Так, ну что ж. Ускоряем время. Поехали. Так, еще. Он начинает вращаться вокруг своей оси. Эта планета должна сейчас вот-вот остыть, по идее. Нет, подождите. 602 градуса пока еще. 602 градуса. Ну, он же должен остыть, походу. Вот она, наша солнечная система. И, видать, я что-то сломал. По всей видимости. Хотя, давайте сделаем минус 100, например. Интересно, она льдом покроется? Ну, можно сказать, почти льдом. Можно сказать, да? Правда, ничего не видно. Что-то мы с вами натворили. Так, ладно, давайте еще раз. Солнечная система. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас с Марсом. Как он у нас вообще? Он у нас вообще в настроении сегодня, нет? В настроении. Он вовсе живет, движется. И крутится вокруг своей оси. Эх, Марс, Марс. Когда же мы тебя покорим? Когда же человечество до тебе долетит, а? Но, видать, Марс уже кое-что пережил в свои времена. Такое ощущение, как будто здесь какие-то высохшие реки. Возможно, здесь когда-то была какая-то жизнь. Возможно, и по сей день есть какие-то там органические тела. А может быть, и действительно есть. Ну, не знаю. Если включишь РНТВ, то там все время про Марс рассказывают. Так, ладно. Давайте Марс... А где, кстати, его спутники? Спутники Марса? Что-то я не вижу спутники Марса. Это что за нереалистичность? А? Надо ему спутника добавить, ребята. Давайте добавим его спутника. Например, можно сделать... Сейчас я немного вот так вот уменьшу время. Посмотрим, какой его спутник можно ему добавить. Нет, такого точно не надо. Не, Луну тоже брать не будем. А где у нас Европа? Харон. Вот она, Европа. А мы можем сделать так, чтобы... Этот спутник... Нет, не надо. Пусть он лучше вокруг этой планеты крутится. Вот так вот прям. Близко, близко, ребята. Очень близко. Вот так вот. Представьте, ребята, если вот так вот... Это дело выглядело. У нас какие-то проблемы. Или нет? Нет, нормально все. Все прекрасно. И Европа крутится вокруг Марса. Это просто нечто какое-то. Кстати, Европа вся потрепанная, смотрите. Прям как в наши времена. Именно в наши времена, в 2016 году. Вот так и Европа сейчас выглядит. Старушка Европа. Бедная старушка. Какие-то текстурки непонятные здесь. Где-то что-то нарисовано, где-то не нарисовано. Возможно, это какие-то лаги. Ой, ребят, сейчас будет, походу, столкновение. Да? Что-то... Что-то я сделал не то, походу. А, да. Походу... Да. Походу, да. Все. Бедный Марс. Марс я не хотел. Я тебе хотел найти... Найти нормальную спутницу. А получилось, как всегда. К сожалению. Ну, ты меня поймешь, надеюсь. Она тебе понравится, кстати. Вот это жесть. Конечно же, системы разрушения здесь полностью не были доработаны. Но, тем не менее, у этой игры нет аналогов, ребята. Ну и, конечно же, Марс превращается в горящую, пылающую планету. Обалдеть. Ну и потребуется очень-очень много лет. Ну, если уж были тут какие-то органические вещи, то они точно не выжили теперь. После этого столкновения. Да, планета вся краснеет. Какая температура у этой планеты получается? Обалдеть. 941 градус. Да, ребята. Вот так вот и... Жизнь... Начинается и заканчивается. Один миг. Все. Интересно. Вот эти вот возмущения, они повлияют на нашу Землю или нет? Может быть, действительно... Так, у нас средняя температура 14 градусов, 15 почти градусов. Это вполне нормально. Но если мы повысим температуру нашей Земли, Солнечной системы, то... Ну, нашей планеты. То получится, что нам будет плохо людям. И в итоге мы погибнем. Да, ну а Марс, конечно же, будет восстанавливать свои силы. У нас еще 2014 год получается, да? О-о-о-о! Смотрите. Марс потихонечку остывает. Он уже восстановился почти. Ну, есть кое-какие следы, конечно же, остались. Следы столкновения. Она теперь не красная планета полностью, а какая-то серо-красная планета, да? Походу... Ой, у нас уже 2233 год. 2000, ребята. 237 год. 2239 год. 2241 год. Начало Второй мировой войны. Жесть просто. Интересно, мы доживем до этого времени? А что будет интересов то? 2245 год. Конец Второй... И Великая... Вернее, конец Великой Отечественной войны. А 41-й... Начало Великой Отечественной войны. Вторая мировая война. 39-й. Да уж. Так, ладно. Давайте землю посмотрим. Да мы живы, ёптать. Смотрите. Правда, у нас уже зима. Голода. И тут такой... Человек живет, думает, что бы сделать, кого бы бомбануть. А может быть, к этому моменту наконец-то все человечество поймет смысл жизни. И перестанут себя истреблять. Ну, в общем, у нас появляется вот такая вот звездочка, ребята. Не альфа-денка. Давайте вот такую звездочку поставим. Посмотрим, что будет. С нашей землей. Оооо... Походу, всех мы уже ослепили. Представьте, ребята, если вот такая вот звезда появится, вторая. Это же обалдеть будет. И по всей димости температура теперь повышается, да? Или нет? Ну, должно повыситься, по идее. Сейчас, походу, там звезды взорвутся. Да-да-да-да-да-да, сейчас пойдет. Сейчас пойдет. Это жесть. Обалдеть. Все, конец света. Я что-то не то сделал, походу. Этот огромный взрыв, ребята. Ну, все. Нам конец. Посмотрите на нашу... Все, ребята. Моря, океаны и озера высохли. Теперь на планете... Средняя температура... Внимание! 297 градусов. Это средняя температура. Вся жизнь пропала. Просто так. Что-то мы с вами разрушаем и разрушаем. Да, ребята? Давайте в следующей серии, если вы хотите, конечно, продолжение этой рубрики, Мы с вами займемся, наоборот. Мы будем создавать живые планеты. Будем обеспечивать непосредственно такую атмосферу, чтобы там появилась жизнь. Возьмем какую-то мертвую планету. Чуть-чуть там ее так перемешаем. Удобрим нормально. И поменяем ей статы немного. Поставим ее возле солнышка, чтобы она пригрелась, но не слишком близко и не слишком далеко, чтобы она замерзла. А где-то рядом с землей. И посмотрим, как это произойдет. Но это произойдет, конечно же, все в следующей серии. Дорогие друзья, спасибо большое за то, что вы смотрели нашу очередную серию на канале Римаса. Если вы впервые на канале, подписывайтесь на канал. Если вы есть ВКонтакте, присоединяйтесь на нашу группу. Спасибо вам большое за лайки. Всем удачи. До скорых встреч. Обалдеть. Все. До свидания, человечество. Давай, до свидания.